Господа, Антонио здесь. Окей, поговорим о стилях костюмов. И в частности, сравним американский, английский, итальянский варианты. Поговорим о каждом из них, все плюсы и минусы. И в конце видео объявлю победителя. Поговорим, как выбрать нужный вам стиль костюма. И, друзья, перед тем, как я объявлю победителя, когда сделаю такой тяжкий выбор, напишите в комментариях, какой стиль лучший. Если вы хотите посмотреть инфографику, на Real Men Real Style я разместил ее. Загляните. Друзья, без лишних разговоров, позвольте мне представить вам конкурсантов. Итак, в первом углу у нас английский костюм, перешедший из военной униформы и с очень длинной историей, что определяется в силуете костюма. В общем, он очень строгий, все четко, шов, покрой. Замечательный дизайн уже пару сотен лет. Еще есть много деталей. Сразу видно тяжеловесную ткань, увеличивает грудную клетку, плечи, четкая талия. Все вместе придает мужчине очень мужественный вид. А также некоторые частные особенности этого стиля, как двойной разрез. И причина этой детали пиджака в том, что мужчины очень часто катались на лошадях в костюмах, что и закрепилось с историей. И мы увидим ложный карман, косые карманы. Все это очень характерно для английского костюма. А в этом углу у нас костюм в итальянском стиле. Небольшая противоположность английскому, намного более повседневной. Взят за основу английский, но переделан для жаркой погоды Средиземноморья. Мы видим легкие ткани, свободные пиджаки, сидят на теле очень приталенно. А покрой, я просто поражен. Очень высокие подмышки, чтобы отлично сидел и чувствовался, как вторая кожа. Эти костюмы выглядят очень смело, это факт. Для пошива используются передовые модные ткани и очень интересные комбинации разного покроя. Переходим от итальянской школы к американский мешковатый костюм. Не нужно недооценивать его. Ключевой момент, что это ежедневный мужской костюм. И для первого костюма есть масса моделей. Возможно, сотни, тысячи. Прежде всего, у каждого есть индивидуальные особенности. Такие костюмы делают множество фабрик. Таким образом, средний паренек может выглядеть гораздо лучше. Он будет выглядеть отлично, когда наденет такой костюм. Он делает плечи шире, делая вас больше. Если небольшая грудь или наоборот хорошо сложенный мужчина, то он только улучшает пропорции. Итак, у каждого из этих костюмов есть свои сильные стороны. Каждый оставил след в индустрии. И в наши дни можно найти гибриды. Итак, дайте знать, какой вы считаете лучшим. Друзья, напишите честно в комментарии, потому что ответ зависит только от вас. А что касается меня, мне нравится итальянский стиль, однако выбор зависит от трех факторов. Вашей фигуры, личных нужд, личного стиля, чего вы хотите. Сейчас придумаем три примера, и я расскажу, что делать. Представьте, вы низкий парень, и вы в форме. Достаточно накачали мышцы, и вы работаете в финансах. Какой стиль я бы порекомендовал? Вы можете выбрать и американский, и итальянский. Если вы выбрали итальянский, то портной, ваше все. Чтобы соответствовало вашей фигуре, убедитесь, что достаточно притален, что вы хорошо выглядите. Вам не особо подойдет супер структурированный британский стиль. Вам определенно нужно убедиться, что ваша грудь больше вашей талии. Теперь вы высокий парень и достаточно худощавый, и вы работаете в Лос-Анджелесе риэлтором. Тогда вам нужно подобрать то, что не делает вас худым. Что ж, а тут не посоветую ни итальянский, ни американский, потому что они только больше подчеркнут вашу фигуру. Вместо этого присмотритесь к английскому стилю, потому что он увеличивает ваши плечи, грудь, отлично сработается с вашей фигурой и придаст нужные пропорции. А теперь скажем, обычная фигура, 175 сантиметров роста, вес около 100 килограмм, и большая часть вас скопилась в области талии. Тогда ваш выбор – американский стиль, особенно если вы работаете в помещении. Он не для похода в церковь или на особые приемы. В таком случае не обязательно брать дорогущий на заказ, но выберите тот, в котором вы будете чувствовать себя на миллион баксов. И это главное, так вы можете пойти даже и в американском стиле, если отлично вам подходит, даже на званый ужин и будете выглядеть отлично. Ладно, друзья, на этом все. Напишите в комментариях, что вы думаете. И снова, заходите на сайт, смотрите инфографику, если хотите больше, там найдете ссылку на мои 15 бесплатных книг на Real Men Real Style. Друзья, если вы еще не прочитали их, скачивайте, вы упустили много интересного. Некоторые из них можно продавать, но я этого не делаю. Они в свободном доступе, поэтому вперед, становитесь таким, каким вы хотите. На этом все. Увидимся в следующем видео.